К 2019 году в стране заработает единая система обращения с отходами. Региональный оператор обязан будет осуществлять раздельный сбор и сортировку. Что подлежит переработке, что считается опасными отходами, а что отправить на мусоросжигательный завод. Сегодня переработке подлежит только 50-60% мусора в мире. Остальное нужно утилизировать. В стране будет построено 5 заводов, 4 в Подмосковье, 1 в Татарстане. Вариантов расположения рассматривали несколько в районе Казани-Укрсиндеза или Самосыровской свалки. Сегодня стало ясно, завод построят в Зеленодольском районе. Расположение территориальное, это где поселок Осинова. Земля уже принадлежит одной из компаний, входящей в группу РТ-Инвест. Я, насколько понимаю, на данном этапе, как сегодня нам сообщили коллеги, они ведут работу по публичным слушаниям для перевода этой земли из статуса сельхозназначения в промышленное. Сегодня по поручению президента в Казанском Кремле прошло рабочее совещание с участием Минэкологии и Компании застройщиков. Завод по термической обработке построят в рамках программы «Нулевое захоронение отходов». Ключевая цель – уменьшить негативные воздействия на окружающую среду. Технология, выбранная на данном этапе, атмосферное сжигание, так называемое, это технология, по которой работают, по их оценкам, 80% подобных заводов в мире. Отходы после термической обработки получат вторую жизнь. Энергию пара превратят в электрическую, способную обеспечивать электроэнергию около 200 тысяч жителей. Черные и цветные металлы отправят на вторичную переработку, а шлаки – на дорожное строительство. За основу взяли технологию швейцарско-японской компании «Хитачи». Это мировой лидер уже возвел подобные заводы в Великобритании, Швейцарии, Германии и других странах. Среди активистов были опасения. Построенная иностранцами установка в руках наших специалистов будет не столь эффективна. Руководство фирмы заявило, дистанцироваться они не будут. Главное при строительстве – это публичное обсуждение. Здесь выслушают все предложения «за» и «против». Президентам республики Татарстан поставлена задача привлечения общественного контроля к этому вопросу. Проект обязательно будет обсуждаться с татарстанцами, с активистами, обеспокоенными этой темой. Позиции руководства республики в вопросе внедрения новых технологий, средств в утилизации мусора сводятся строго к одной сути. Проект должен быть абсолютно безопасным как для экологии, так и для здоровья татарстанцев. Общественное слушание предварительно намечено на середину июня. Окончательное решение по строительству будет принято только после двух положительных заключений госэкспертизы. Если все пойдет по плану, к стройке приступят уже в октябре этого года. Завод начнет работать с 2022 года. Редактор субтитров А.Семкин